Думаю, каждый человек сталкивался с ситуацией, что он как-то понимал, что происходит, но не знал, что ему делать. Каждый человек сталкивался с тем, что он приходил к какому-то выводу, принимал какое-то решение, потом выходил с этим решением к действиям, и оказывалось, что это решение неправильное. Каждый человек сталкивался с тем, что ему нужно было сориентироваться так сказать в ситуации в жизненных обстоятельствах и он просто не знал за что хвататься я думаю что это точно было с каждым но просто мы лукаво забываем свои интеллектуальные промахи человек конечно существо социальное у нас есть внутренняя потребность соответствовать самому высшему стандарту высший стандарт входит ум поэтому все люди считают себя умными даже если они публично говорят что они считают себя не умными при этом у них есть некое убеждение него думают и справиться с этим убеждением часто бывает даже если она ложная очевидно ложная бывает очень трудно поэтому лукаво забываем вот эти ситуации своей растерянности тупика просто реального реальные ошибки в сделанных ставках там и так далее но это происходит со всеми и можно конечно говорить о да-да-да было что-то такое ну как-то да чё-то как там говорят облажался вот да и вот наша задача она состоит в том чтобы посмотреть на мир свой в котором мы существуем свою модель мира как бы к архитектурно значит что это такое значит если вы задумаетесь то вы узнаю поймете что вы представляете собой некую структуру это некая структура производит знание производит идеи производит действие зачастую действие не осознанные но потом но не случайные потому что у вас такая структура когда вы взаимодействуете с другим человеком вы тоже взаимодействуете со структурой где есть набор элементов которые находятся в каких-то отношениях специфических друг другом и производит некое действие когда вы взаимодействуете с любой жизненной ситуации она имеет свою внутреннюю структуру она организована как структура где разные элементы ситуации влияют друг на друга теперь представьте что вы заходите в пространство где сталкивается ваши структуры не действие не слова не иди не то что они производят ваша структура или структура другого человека или структура ситуации в которой вы оказываетесь ситуации огромное влияние ну не случайно социальная психология столько усилий потратила для того чтобы объяснить что нами движут не наши внутренние там установки нами движут прежде всего ситуативные факторы но ситуативные факторы могут быть вот как в экспериментах а там человек вдруг падает в добром самаритянине значит бьется в конвульсиях как будто у него эпилептический припадок это может быть я не знаю какой-нибудь милгромовский эксперимент и так далее или найсеры который тоже придумывал всякие разные такие ситуации которые как бы сказать оказывали ситуативное влияние на человека вот я не про это говорю я говорю что сама то есть что сама структура того как организован ситуация влияет на вас другого человека и это влияние изменяет саму ситуацию изменяет вас изменяя другого человека потому что это такие структуры как скелет понимаете вот то есть он уже если вы себе представьте скелет у него есть некое пространство действий которые производят столько что он может произвести он не может врыться в землю там взлететь его движение он не может там вывернуться в круг потому что там где-то что-то должно поломаться есть ограничение вот мы с вами на уровне мышления такие структуры другие люди на уровне своего мозга такие такие скелеты ситуации с которыми мы имеем дело неважно брак работы бизнес политика что угодно экономические любые факторы и к но этот как его эта структура и вот задача великого архитектора великого хорошем смысле и не смысле что у него башня отъехал от величия об смысле от того что он действительно способен как бы учитывать структуру взаимодействующих систем и как эта структура взаимодействующих систем влияет на сами системы систему являю вы сами система потому что у вас есть как другой человек тоже систему низкой ситуация тоже скелет но это такие переплетенные скелеты три скелета это не один скелет три скелета вот и очень важно натренировать в себе навык видеть не то что вот так происходит упали акции на бирже жена назвала нехорошим словом или муж потерял интерес так говорят или там ребенок не слышит что я говорю или компания которая у меня работает производит вот что-то на него это все внешне рябь рябь как бы сказать на теле реальности великий архитектор смотрит внутрь реальности реконструирует скелеты соответствующих систем примеряет их друг другу понимает их влияние друг на друга и на внешние обстоятельства которые в как в рамках которых происходит взаимодействие мы всегда матрешка вот здесь это взаимодействие это взаимодействие само находится в матрешке не вот этого здесь вот это все на него это воздействует воздействие меняется но потепление климата вот это такая внешняя совсем матрешка она все влияет но пока не фундаментально если вдруг как по прогнозам предполагается через 30 лет у нас половина земли будет ныне пригодны к жизни абсолютно непригодны для жизни и начнет с экологической миграции как бы вот тогда она будет честно мало влияет ну там где-то разные и джи провестки там и так далее вот то есть вот это мы живем матрешки и опосредованно на нас влияет то что кто-то ездит на тесле связано с этим кто-то ездит на на китайских электромобилях это связано с этим но вы же не думаете а на самом деле это система в системе система систем и если вам нужно понять как вам действует конкретная ситуация вы должны учесть все влияние которые действительно имели место быть вот собственно говоря про этом об этом наш великий архитектор курс на котором мы научимся смотреть на структуры лежащие за видимостью за видимым а точнее за кажущимся потому что даже то что мы видим всегда уже полно нашими нашими интерпретациями всегда ошибочно потому что какие-то когнитивные искажения мы неизбежно допускаем вот и вот эту укажемость мы будем нарвать